Мы уже несколько лет скумбрию горячего копчения не покупаем в магазине. Получается вкуснее, а по цене в два раза дешевле. Рецепт так как готовим ее мы. Для этого нам понадобится скумбрия, мы ее потрошим, хорошо вымываем и укладываем в миску. Следующим этапом нам нужно засолить рыбу. В каждое брюшко рыбы я насыпаю буквально несколько хороших щепоток соли и укладываю брюшко вниз, чтобы соленый рассол стекал вниз, чтобы рыба не пересолилась. И дальше вот так вот просто хорошо сверху засыпаю солью. И оставляем на 5 часов. Главное не передержать, а то рыба получится соленой. Прошло 5 часов, рыбу обязательно нужно сполоснуть от соли. Дальше нам рыбу нужно перевязать. Перевязываю я обычный хэбэ шпагатом. Начинаем всегда с хвоста. Я не профессионал, может профессионалы делают это в разы лучше, быстрее. Ну, как говорят, делаю как могу. На одну рыбу нужно примерно где-то метр-метр двадцать шпагата. Поэтому, когда будете отрезать, примерно хотя бы прикиньте. Конечно, это еще все зависит от того, какого размера у вас рыба. На конце делаем хорошую петелечку, за которую будем подвешивать рыбу. Следующим этапом нам нужно просушить рыбу. Вывешиваем ее на улице. Главное, чтобы не было мух. Если есть мухи, чем-нибудь нужно укутать. И ее просушиваем. Лишняя жидкость с нее вот таким вот образом будет выходить. И рыба будет меньше трескаться, когда мы будем ее коптить. В таком состоянии мы ее держим примерно полтора часа. Все самое интересное, конечно же, я не успела снять. Но я быстренько, вкратце, вам сейчас расскажу. У нас обычная двухсотлитровая бочка. На дно бочки мы укладываем чуть меньше пол ведра опилок. Опилки берете абсолютно любые. В приоритете, конечно, фруктовые. Сосна вообще под запретом. Опилки нужно предварительно намочить водой. Так хорошо намочить водой и укладывайте. Дальше мы вешаем рыбу на той же палке, на которой сушили. И закрываем это все мешком. Мешок у нас обычный хэбэшный мешок. Он уже много лет нам служит правдой и верой. Его тоже нужно хорошо намочить. И сверху вот так уложить тщательно, чтобы не было дырок. Снизу обычно мы жжем костер. Но сегодня мужу некогда. Он поставил паяльную лампу. Конечно, лучше прозводить костер. Тогда площадь бочки будет равномерно нагреваться. Как понять, достаточно ли нагрелась бочка? Для того, чтобы рыба начала коптиться и была горячего копчения, нужно периодически пробовать. Если вот здесь вверху бочка у вас достаточно очень горячая, то вы очень хорошо натопили бочку. Вот за счет вот этого горячего воздуха рыба будет горячего копчения. Это процесс небыстрый. У нас уходит примерно где-то чуть больше двух часов на это. И как определить? Если рыба, вы периодически будете вот так вот доставать и смотреть, если рыба получила вот такой красивый бронзовый загар, то ваша рыба готова, но есть ее категорически нельзя. Нужно дать ей хотя бы 5 часов, а лучше оставить на ночь, чтобы вот этот едкий дым выветрился. Обязательно попробуйте, это очень вкусно.